В страну пришло тепло, которого так долго ждали. Это благоприятно отразилось на развитии сельхозкультур. На юге страны поля, наконец, заколосились. В Гомельской области зацвела рожь. Если верить синоптикам, то скоро все станет на круги своя. Но все же обещают дождь и ветер. Ходить под билбордами все еще опасно. В Южной Флориде, которую неделю льют дожди, непогода может перерасти в тропический штурм. Уже сейчас в нескольких округах штата произошли наводнения. Затоплены многие улицы. Ветер сносит с ног. По России им пронеслась буря. Сразу в нескольких регионах порывистый ветер валил деревья и рекламные щиты. Опрокидывал остановки, срывал крыши с домов. Жертвами стихии в Екатеринбурге стали три человека. Без света остались около 100 тысяч жителей. На одной из городских строек рухнули подъемные краны. На завтра метеорологи снова объявили оранжевый уровень опасности. Всему виной дожди с грозами и порывистый ветер. Во вторник в Бобруйске будет переменная облачность. Ночью столбик термометра будет держаться у отметки 10-12 тепла. Днем воздух прогреется до 18 градусов. Кристина Риенс, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.